В греческих Афинах завершилось первенство мира по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 15 лет, которое собрало под свои знамена более полторы тысячи спортсменов из 31 страны мира. В результате жесткого отбора в сборной команде России оказалось и три угличанина, которые выступили просто блестяще. Вот эти соревнования, на которых мы были первенством мира в Греции, они стояли в календаре, в официальном календаре Министерства спорта, Российской РФД, Российской Федерации джиу-джитсу, соответственно. Честно говорю, что не рассчитывали, не планировали, но три официальных турнира, которые являлись отбором на эти соревнования, мы прошли. А вообще цель была их пройти? Конечно, конечно. Тяжело было три соревнования? Соответственно, потому что, в принципе, только три соревнования, вот эти три официальных турнира, они являлись официальным отбором на первенство мира. Как попадание? Да, да, в Грецию. Нелегко давалось, скажем так, потому что, например, Данилу Гузгал, он пролетел на России, то есть он стал только пятым. А вот на последних соревнованиях он занял второе место, то есть это память Кожемякина, героя России. Вот. Ну, соответственно, отобрались. В каждую весовую категорию на этом турнире отбиралось по три человека из России. То есть три человека. Вот. И, соответственно, вот нас три человека. Железно вошли. Павел Удалов железно, потому что на первенстве России он занял второе место. Он уже железно отобрался. И Савелий Кручини. Вот. И Данил стоял под вопросом, поедет, не поедет. А вообще специалистов не удивляет, что из маленького углача сразу три человека попали в сборную России? Я вам скажу, удивляет, но мы плотно работаем. У нас областная федерация, которую возглавляет Волченков Эдуард Альбертович, очень сильная. Выступаем мы в разделе Невадзе джиу-джитсу. Вот. Только в этом разделе. Это официальная версия, как я сказал уже, она аналог ОАЕ-Джи-Джи-Джи-Ф, то есть как бы федерации, вот, наподобие как в бразильском джиу-джитсу, да. Но только это официальный вид, по которому выполняются разряды, присваиваются звания. Ну да, и мастер спорта международного класса в том числе. Абсолютно все звания официальные. Все проходит из Минспорта. Вы как тренер мечтали побывать на чемпионате мира? Это первый чемпионат мира для вас? Первый на 100 мирове? Для меня это первый чемпионат. Волновались? Конечно, соответственно. А как не волноваться? Я, если честно, горел как спортсмен, понимаете? В кошмарных снах не приходило, что последнее место в ужасах не просыпались. И то, что финансирование, скажем так, это уже на втором плане было. Я очень переживал за ребят. Первая задача была не заболеть. Вторая задача была сделать вес, потому что они у нас все сгонщики. У нас все шесть человек было с области у нас, и все сгонщики были. То есть ребята очень мужественно поступили. Они, во-первых, выдержали вес все, вошли в весовую категорию, зарегистрировались, заявились. Ну, а третье – это сам чемпионат, скажем так, само первое стало. То есть это нужно было отбороться. Кстати, очень много препаратов для сгонки веса, ведь они запрещены. Нет, мы не пользуемся ничем абсолютно, только едой и водой. То есть еда, вода, сгонки. Ну, а провалиться, что будет провал, это не боялись этого? Или уж раз попали, уже победа? Что делать, да. Ну, вы понимаете, мы из всего делаем выводы, поэтому ребята конкурентные. Поэтому тактический, скажем, геймплан был у каждого спортсмена на каждый поединок. Кто первый вышел на татами из троих из наших? Даня Глузгал, он 34 килограмма. И сразу выдача, да? Нет, там же на шести татами проводилось, то есть одновременно, поэтому вот. Но на двух татами, скажем, секунд... Я читал, это в том самом зале, где Олимпийские игры проходили, да? Абсолютно правильно, да. Это очень спортхол, там, да, очень грандиозное сооружение. Вот. Большое. Я скажу, что организация, по сути дела, была хорошей, на хорошем уровне. Серебряную медаль для нашей страны завоевал Павел Удалов. Павел вообще молодец, конечно, да. Очень сложные поединки были. Финальный поединок, расскажите. Финальный, он с поляком, да, очень финальный. Я очень сложный был, потому что я знал, как поляк борется. Я ему поставил задачу, как нужно побороться. Но перегорел немножко и сделал, допустил ошибку. Проиграл всего двумя баллами. То есть это не чистая победа, это абсолютно равный поединок. Нет, абсолютно. Где там чистая победа, он просто красавец. Просто сделал все, что нужно было. Расстроился, очень сильно расстроился. Я сказал, Павел, ты для меня чемпион. Все. И успокойся на этом. То есть ты представляешь, что это мир. Это мир. Ребята, у нас выше просто нет. Есть дисциплина, есть результаты. И не только я. Это из семьи все идет. Это родители и так далее. У нас очень сильный коллектив родительский. И благодарю, и слава благодарности родителям, выразить всем буквально. Потому что если бы не родителей, не было бы ни зала, не было бы ни меня и так далее. Евгений Юрьевич, с вами можно общаться бесконечно. К сожалению, наша программа ограничена во времени. А я знаете, что хочу сказать. Наверное, эта победа, как и многие другие победы среди обывателя, пройдет незаметно. Ну, отметят вас в газете, отметим мы в передаче, в интернете это, конечно же, будет. А знаете, что хочу сказать, что вы просто молодцы. Вы лично и ваши воспитанники, и родители, вы сделали большое дело для нашего маленького города. Мы вами гордимся. Те люди, которые следят за спортом, за любыми видами спорта, им будет единоборство или игровые виды спорта. Мы гордимся вами. Вы вписали свое имя и имя этих ребятишек уже в историю спорта города Углича. Большое вам спасибо. Спасибо огромное за поддержку. Мы это ощущаем. Спасибо всем спонсорам. Спасибо главе Угличского муниципального района, Кулицу Анатолию Геннадьевичу. Спасибо Ставицкой, Светлане Владимировне. Спасибо всем спонсорам, меценатам, которые помогли, по копеечке собирали, как говорится. Огромная благодарность и родительницам коллективам. Спасибо вам. Итак, одна серебряная медаль и две бронзовые. Таков итог выступления наших земляков на первенстве мира по джиу-джитсу. Без преувеличения. Великолепно. Начиналось все с того, что мы отобрались на мир, на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Вот сам отбор, он трудный был? Отбор был очень трудный. И после отбора нам сообщили, ну после самих соревнований, кто занял первые места, тем сообщили, что они едут на мир в Грецию, в город Афина. И тут вы потеряли сон, нет? Мы, конечно, сразу же поняли, что это большая ответственность, нам нужно было побеждать на мире. Даниил, у вас, как, ваша история какая? Отец говорил, что вроде бы и не собирались изначально, но все-таки... Да, мы не собирались. Я отобрался, на России я пролетел, отобрался только в... Имени Кожемякина? Да, 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 на соревнованиях имени Дмитрия Кожемякина. Там я занял второе место, и после этих соревнований нам сказали, кто поедет на мир. А вот скажите, вам сказали, что вы поедете на мир. А те ожидания, которые у вас были, потом они оправдались или нет? Или это что-то другое? Вот всегда, прежде чем едешь куда-то в неизведанное место, бывает же такое, когда-то представляешь это по-своему. Вот как вы представляете чемпионат мира, и как он предстал перед вами? Представляли мы его именно таким, что будет очень много людей, будет, ну, хорошие татами, их будет много, организация была на высшем уровне. Ну, а то, что там присутствовали полторы тысячи спортсменов из более чем 30 стран, коленки не тряслись? Ну, страшно было, по-чисному? Немного. Волнение было небольшое. Вы знаете, от волнения многие спортсмены сон теряют, это нормально, то есть психологически очень сложно. А у вас было что-нибудь подобное? Такое волнение, что не могли уснуть или вялость в день выступления? Было что-нибудь такое? Ну, у меня перед самими соревнованиями ночью, ну, я проснулся, я просто, ну, боялся, у меня кидало в холодный пот. А когда уже пришел день соревнований, смог взять себя в руки? Все, да, взял себя в руки, отборолся. Я думаю, что третье место на мире – это достойный результат. Ну, расскажите о своих схватках, вот этих вот, о бронзовых схватках. Расскажите, Данилу. Я выиграл три схватки и одну проиграл. Вторую схватку проиграл россиянину рычагом локтя. То есть болевую возникал, да? Да, болевую. Ну, сейчас ты понимаешь, в чем дело? Угу. Ну, когда в третьем месте, вообще, вот, поднимался на пьедестал, то есть ты ощущал, что в третьем месте в мире, ты представлял свою страну. Было ощущение такое, величие? Ну, небольшое, я просто не люблю хвастаться. То есть... Ну, я понял. Савелий, а у вас как это происходило? Ну, была гордость за то, что, ну, на мире я... Ну, из своего маленького города мы поехали в Грецию на мир и занял третье место я... А вот эту самую бронзовую схватку, расскажи, как у тебя складывалась вообще история чемпионата мира? Вот сколько схваток провел, какие? Провел три схватки. Первую победил, вторую проиграл и третью за третье место выиграл. Вот расскажи про нее. Третья схватка была сложная. Боролся с Греком. Он, ну, судейство, конечно, там немного подводило, но... Понятно, свои... Да, своих подслуживали, но все-таки я выиграл. Сначала долго не мог удушить. Он уже ходил, ну, вялый я, за спиной у него был. Но потом все-таки он поддался и удушил. То есть удушающим приемом все-таки победил? Да, победил. Понятно. Ребята, я поздравляю вас от всей души, от имени всех поклонников. И это вида спорта, и вообще спорта в нашем городе. Одна просьба не останавливаться на достигнутом, не почивать на лаврах, а двигаться еще дальше и к более высоким местам. Желаем вам этого. Спасибо всем. Спасибо. Некоммерческая организация Клуб смешанных боевых единоборств «Мангуст» под руководством Евгения Глузгала является ярким примером того, как на энтузиазме тренера и родителей без многотысячных субсидий из муниципального бюджета можно построить вполне конкурентоспособную спортивную организацию на всероссийском и даже мировом уровне. Продолжение следует...